Считается, что первая эпидемия возникла в Древней Греции, в Афинах. Она началась на втором году Пелопонезской войны, когда 60-тысячное войско спартанцев и их союзников вторглась в Атику, разоряя округу Афин. Это заставило афинян эвакуировать все население Атики за стены города. Наплыв беженцев привел к тесноте и большой скучности населения. Историк Фукидид, который сам переболел этой болезнью, но выздоровел, писал, что чума началась в Египте, а в Афины ее занесли моряки-торговцы через порт Перей. В переполненном беженцами городе вспыхнула эпидемия, которая за пять лет унесла примерно 30 тысяч человек, что составляло около четверти населения Афин. В числе жертв эпидемии был знаменитый афинский государственный деятель Перикул. В наше время ученые провели анализ зубов из-за хранения жертв афинской чумы. Они не нашли ДНК возбудителя чумы, но определили наличие ДНК возбудителя брюшного тифа. Так что первая эпидемия была не чума, а брюшной тиф. Вторая эпидемия известная из истории древнего мира была Антонинова чума или чума Галена. Она была принесена в Римскую империю войсками возвращавшимися из походов на Ближний Восток в конце 2 века н.э. Ученые предполагают, что это была оспа или корь, но истинная причина остается достоверно неопределенной. Знаменитый древнеримский врач Гален кратко описал эту эпидемию в своем трактате «Методус Меденди». Он описывает чуму, как великую и длительную, и упоминает лихорадку, диарею и фаренгит, а также кожную сыпь, иногда сухую, а иногда гнойничковую, появляющуюся на девятый день болезни. Параллельно с Римской империей эпидемия вспыхнула в Китае. Для населения и Запада, и Востока, это была новая болезнь. К ней не было иммунитета, поэтому последствия были тяжелые. По словам римского историка Диона Кассия, в Риме погибало до 2000 человек в день, что составляло четверть от числа болевших, и что привело к уровню смертности около 25% населения. Общая смертность была оценена в 5 миллионов человек. Последствия эпидемии были огромны. На Западе рухнула Римская империя. На Востоке распалась Ханьская империя. Произошло разочарование в старых богах, а новые учения, христианство и буддизм из отдельных сект стали мировыми религиями. Юстинианова чума была первая в истории зарегистрированная пандемией чумы. Она возникла во время правления византийского императора Юстиниана I. Эпидемия охватила всю территорию цивилизованного мира того времени и проявлялась в виде отдельных эпидемий на протяжении двух веков. Ученые предполагают, что первый источник чумы появился в Эфиопии или Египте, после чего по торговым каналам болезнь достигла Константинополя и далее распространилась на северные, после чего перекидывалась и на соседние страны. Позднее эпидемия прошлась по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии, но практически не коснулась Восточной Азии. В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года, когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, а в отдельные дни смертность достигала и 10 тысяч. Жертвами чумы на Ближнем Востоке стало около 66 миллионов человек. Погибло две трети населения Константинополя, а в Европе от нее погибло около 25 миллионов человек. Черная смерть или Черный мор – это вторая в истории пандемии чумы, пик которой пришелся на середину 14 века, а повторные вспышки продолжались вплоть до 19 века. Природным переносчиком чумы служили блохи, которые паразитировали на грызунах и людях. Естественный хозяин чумной блохи и черная крыса отличается высокой выносливостью и подвижностью. Она способна путешествовать на большие расстояния в продовольственных запасах армии, фураже или пище торговцев, перебегать от дома к дому, а также обмениваться паразитами с местным крысиным населением, продолжая таким образом эстафету болезни. В условиях антисанитарии и постоянных войн в Европе эпидемии чумы не прекращались еще три столетия. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей. По разным оценкам, черная смерть забрала от 30 до 60% населения Европы. Это была первая часть рассказа о самых страшных мировых эпидемиях в истории человечества. В следующей части мы расскажем о эпидемиях оспы и холеры. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк. А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин